Сегодня мы поговорим о такой категории инструмента, как роторный. К роторному инструменту относится весь инструмент, который вращается, то есть это все наши фрезы. И первыми у нас во взоре будут фрезы твердосплавные. Это, как правило, фрезы для снятия искусственного материала. И первое, что вы должны знать о данных фрезах, это то, что не всегда цветовая маркировка фрез отвечает за ее абразив. Мы особенно обращаем внимание на глубину зубца и на его направление в фрезе. Выбираем глубину зубца не более 1 миллиметра, чтобы не заглубляться глубоко. Это может быть синяя, зеленая, красная фреза. Форма преимущественно кукуруза с более прямыми бачками. А также при покупке фрезы вы должны обратить внимание, что для правшей зубцы расположены против часовой стрелки, а для левшей наоборот. То есть при покупке мы выбираем реверсивную фрезу, в которой будут зубчики расположены в обе стороны. Она более универсальна. На видео она представлена в виде реверсивного барабана с острыми концами. Далее, если мы будем говорить о производителе и цене, то следовательно, я бы выбирала, например, германские фрезы таких фирм, как Bosch. Они, конечно же, подороже, но они отцентрованы по весу, при снятии никогда не тянут в определенную сторону, не бьет ручка аппарата и тем самым не портится. Если мы говорим о китайских фрезах, то, конечно же, быстрее тупится фреза. Она расцентрована и также еще есть у нас фрезы с титановым напылением. Они по виду отличаются и похожи на пигмент майский жук. Наверняка вы встречали такие фрезы. Эти фрезы служат нам гораздо дольше, они дороже и также они выступают нам как индикатор стертости. То есть, когда это напыление вытирается, мы сразу видим, что фреза выходит из строя и ее пора заменить. Срок службы фрезы зависит от качества, количества часов работы, а также правильной дезинфекции и стерилизации фрез. Итак, мы плавно с вами перешли к разбору и классификации алмазных фрез. Они также подразделяются на два основных вида. Это фрезы более дешевые с гальваническим напылением, которые по структуре нам напоминают пилку, а также существуют более дорогие фрезы, которые называются вспеченные фрезы. Это монолит. Единственный минус в данных фрезах, это то, что даже в самом грубом абразиве фреза будет достаточно мягкая, но она безопасная и подходит хорошо для влажного типа кутикулы. В отличие от твердосплавных фрез, балмазных цветовое кольцо всегда отвечает за грубость, то есть абразивность фрезы. Итак, они маркируются на черное, зеленое, синее, красное, желтое и белое кольцо. Итак, фрезой с черным кольцом мы можем смело снимать остатки старого материала гель-лакового покрытия. С зеленым колечком она служит нам для грубых боковых валиков. Если мы говорим о синем кольце, то это более универсальная для грубой кожи и только внешняя обработка. Красная фреза сама универсальная, она служит нам для всех этапов в маникюре. С желтой фрезой мы выполняем только шлифовку в коже, доработку птеригия и также полируем. Белые фрезы я не использую, потому что работаю с силиконовыми шлифовщиками и полировщиками. Они также подразделяются на силиконовые и силиконово-корбидные шлифовщики. Они шлифуют кожу и счищают ненужные птеригии. Работаем с ними на оборотах не более 7000. Коричневый у нас это грубый, работает по коже птеригию. Средний это серый, он вышлифовывает глянец и зеленый достаточно мягкий.